Вы могли бы подробнее рассказать о том, как организована работа в вашем клубе, сколько часов льда, допустим, выделяется на фигуриста элитного уровня, как долго длится тренировочный день. Наш клуб в некоторой степени уникален в том плане, что каждый фигурист работает по строгой индивидуальной тренировочной программе, созданной конкретно для него. Если обобщать, это примерно 3 часа чистого льда и остальная работа. Разумеется, нам потребуется определенное время, чтобы понять, как именно заниматься с Медведевым, на чем сфокусироваться в большей степени. Возможно, это будут не прыжки, а какие-то другие вещи, типа работы над скольжением. А это, главное, требует намного больше времени, нежели прыжковая тренировка. Чтобы говорить более предметно, нужно подождать, пока Женя приедет в Канаду, придет на каток, и я увижу ее на льду. Самое важное на текущем этапе подготовить тело. Это означает большое количество разнообразной специальной работы вне льда, чтобы устранить последствия тех травм, которые есть сейчас, равно как и проблемы со спиной. Чтобы двигаться вперед, спортсмен должен быть по-настоящему сильным. Вам уже приходилось иметь дело с последствиями стрессовых переломов? Конечно, хотя я не могу сказать, что такие переломы – обычная вещь. Когда ко мне в группу впервые пришла Юна Ким, у нее было огромное количество всевозможных повреждений. В основном это касалось суставов и позвоночных дисков. Менее серьезными были проблемы с лодыжками и верхней частью стоп. Долгое время мы занимались исключительно решением всех этих проблем. Юна ходила на процедуры, ей подобрали индивидуальный комплекс специальных упражнений, благодаря чему она восстановилась настолько хорошо, что болевые ощущения при катании полностью ушли. Последние два года своей карьеры она вообще не имела серьезных травм. Но если вспомнить, первые два года это была одна ходячая травма. До такой степени Юна беспокоили боли в спине, ногах и тазобедренных суставах. Поэтому сейчас меня вряд ли чем можно удивить или напугать. Чтобы первый раз я ее увидела не на гран-при, а все-таки у нее хватило совести. Сохранить эту тендену способ, это невероятно. Теперь уже нет причин сомневаться в том, что она сможет стать ребятами. Новая россияночка не придет и не сделает нам всем большой сюрприз. Но мировой войне, которую мы сейчас наблюдаем, я считаю, что русские не сдаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова